У вас что-то я про книги услышал такое? А, он помогал разгружать книги, когда пришла машина. Контейнер, прошел мы. Он помогал разгружать. Ну вот меня спрашивают сейчас, почему нам не изменить маршрут? У нас маршрут должен быть на Грузии, Армении и Азербайджан. Оттуда может через Чечню выйти. Дело в том, что мы заняли гараж. Мы не знаем, обстановка там сложная. Поэтому мы пока, ну в тех республиках. Поэтому мы сейчас, завтра на Ставрополье, Ставрополь начинаем работать по нему. Следующую неделю Краснодар и третью, это тогда здесь остатки. И что останется, тогда забираем, чтобы гараж был пустой, пойти по низу. У нас на еще не приятно. Вы ему расскажите, кто вы, а то он немножко... Мы из Барнавула. Ну я понял, что это родина и Шукшина Василия Шукшина. И Золотухина родина. В прошлом году мы как раз были, когда у них там собирался день какой-то. Память его отмечают на следующий день. Были там встречи, мы с его дочерью встретились, все это записали в интернете, выставлено. Нас объединять-то мало что объединяют, он был неверующий совершенно, абсолютно неверующий. И она даже, как сказать, с недоумением, так Ольга Васильевна говорила, вот сейчас церковь как-то к этому делу лепится. Папа был коммунист до конца дней своих. Но нас объединяет то, что он призывал жить по совести. Он в книгах постоянно обращался к совести человека. Даже маленькие шутейные его рассказы, они об этом были. А мы-то говорим о совести, пробужденной для Христа. Да, Христос пробуждает совесть. Ну да. И вот это общее, что нас приводит к единому знаменателю, уверовать в Бога. И она говорила, может где-то как-то мы в одном месте будем выступать, говорить. Но я буду-то говорить не о Шукшине, а о Христе. Вот мы нынче поехали. Маршрут-то был выверен уже, но знаний не хватило. Шенгенская зона оказалась не все государства, которые внутри вбирают в себя. А я высчитал в интернете, что Болгария, вот это Шенгенская зона. А там написано, будет с 1 января. Но она не вышла с 1 января. А я посчитал, что вошла. Ну и когда были там, мы вошли в Сербию. Сербия, наши братья рядом из Вены, Австрия рядом. Ну почему не зайти-то? Мы зашли, а она не в Шенгенская зона. Ну, хлоп, пищать, и нас выкинули оттуда. Мы 7 государств это прошли. А мы должны были зайти. Нас ждут в Греции, в Афинах, там наши родные живут. Уже там монахи должны были собраться, беседовать. А оттуда решили пройти здесь, Хорватия. А Хорватия тоже не входит. Мы даже не знали там. Пройти в Италию, там, может быть, к папскому дворцу прибиться. А потом Франция, Португалия, Испания. И севером вернуться через Данию, пройти Скандинавию, переплыть в Эстонию, пройти Прибалтику, и тогда вернуться. Но у нас путь изменился. И теперь мы видим это от Бога. Потому что мы вот 9-го должны были выйти, у нас виза на 1 месяц была. А мы пробыли 5 дней, 6 дней даже не полных. И это вовремя. Вот это, в прошлой неделе, мы были бы еще где-то на обратном пути около Англии. Еще туда думали как-то попасть. Но это уже близко подъехали. А мы в это время прошли Крымский полуостров полностью. Яволта, там, Севастополь, все прошли. А вот вернулись, сейчас загрузимся и уходим на Ставрополь. А это мы были бы еще в Скандинавии. И поэтому у нас, мы не знали как все это, с растяжкой. У вас изменился. Да. Была маршрут. Вот то, что у нас получилось, нас оттуда выдворили, это на пользу. То никуда не денется. Если мы поедем еще, случится, то нам уже могут дать, теперь мы не первый раз, Шенгенская зона дважды, трижды может нам открыться. Если вы вышли, знаете, а нынче мы впервые едем. Едем, и правило, впервые едущим, за пятки уже возвращаться нельзя. Езжайте в Москву. Мы пошли в греческое посольство, там, где мы были, в Софии. Они даже не разговаривают. Я им привожу какие-то данные. Он, не могу, не могу. Мы поняли это от Бога. Мы же молились, а нас молятся. А Афины долбят и долбят, ждем, пойдите в Москву, в посольство. Нам не надо идти уже. Мы уже переформатировали свое сознание. И вот едем с книгами. Как правило, спрашивают, о чем книги. В России мне легко отвечать, а там я этими критериями не могу пользоваться. У нас главный лозунг, Россия должна встать. Но ему же в Польше, говорит, Россия должна встать. Когда Россия не мог понять, могут понять, не плеуратно. А что о жизни? О жизни во Христе. Но я опять же не могу им говорить о том, что я никому нигде не подражаю. И никому нигде не угождаю. Я там затрагиваю патриархию, что она там не права. Я затрагиваю папу, что они там не правы. В основании все эти Библии. А люди привыкли, как батюшка, это святость. Католики привыкли, так папа, это все, это Бог на земле. Я не согласен, потому что папа на суде Божьем будет судим, как все прочие люди. Звание ему только усугубит его вину. Написано будет строгим суд с начальствующего. Вот мы приезжаем, сейчас подготовили на 21 район. Ставрополь у нас готово. А на это сейчас только скинули нам смс, какие районные центры. Захватить города. Их 39, у нас 21. Пункт, значит, оставим еще на один раз. Когда-то. В прошлом году мы прошли 240 мест, городов, сел. 240. А нынче на 120. Во-первых, очень большие расстояния. Там от Парижа до Мадрида 1200. Мы-то рассчитывали на то. Пусть пространство, там мы нигде тулона разные заезжать не будем. У нас груза нет. Всего на 20 мест. Мы прошли 7 мест, а уже 10 мест освободилось. Бывают люди, которые не входят в наши планы. Мы заехали, а нас приняли чрезвычайно хорошо. На Украине были там в одном городе священник, знакомый через нашего знакомого, который сам нас привез туда. Народ уже собранный. Я священников боюсь как огня. Это самые главные враги у нас. Они знать еще не знают, не видят. Они людей натравливают, сами против. А тут просят. И мне пришлось полный комплект 38 книг им отдать. Ну, везде они бумага, подписываются, что не испортят. А другие прям, ну как лютые волки. Павел говорил об этом. Везде принимают хорошо. Практически. Ну, может быть, какой-то процент под подозрение. Ну, а суть они от волки в овече шкурах. Суть от волки в овече шкурах. Да так и написано. Да. Это написано. Причинство растяло Христа. И они конкретно отвоюют. Конкретно они не с баптистами, не с яговистами, не с католиками. Только со мной воюют. Буквально я с эфир наполненный. А ничего сказать не могут. Когда сели за стол где, епископ там, священник, ни один, ни одного слова сказать не может. Считал книгу. А что он сказал, дорогие, ты читал. Меня в глаза не видел. А как ты можешь? А здесь? Как против? А вот там неправославие. Согласен, давай запишем. У меня в книгах неправославные. Я записал. Разбирайтесь. А зачем? Ну ты сказал неправославным, чтобы отвечать за свои слова. Пиши. Я свою помилю поставил там, что я, такой-то ты, ты поставь, что мы говорили. И ставим. За свои слова отвечать не отвечайте. Боитесь. А я могу на вас суд подать, под рыбливые репутации. И вам не вырвутся. Вы заплатите мне за все. А они уже судились и все проиграли. А почему? Отдел юстиции дает регистрацию православные. По учению назначают комиссии, там профессора доказывают православные. Они не могут еще сказать.